Российский писатель и политик Захар Прилепин, который поддерживает агрессию против Украины и даже сам некоторое время назад принимал в ней участие, заявил, что в России стремительно вымирает население и чтобы компенсировать эту убыль, Россия должна оккупировать соседние государства и подчинить себе их граждан. Об этом Прилепин написал у себя в телеграм-канале и этот пост стоит того, чтобы его процитировать, потому что в нем достаточно прямолинейно и откровенно описаны планы и идеи русских нацистов. Война не объявленная, но уже неизбежная. Такие вот новости сообщают нам, сразу скажем, неутешительные. Социологи в очередной раз прогнозируют серьезные изменения в демографической карте мира к 2050 году. Убыль коснется Китая, минус 216 миллионов, которые для них при нынешней численности не критичны, Японии минус 19 миллионов и России. Мы потеряем 16 миллионов. А вот это уже наши проблемы. И они огромные. Это по сути натуральная огромная война, только без единого выстрела. Зримое самоубийство нации. Да, Европа тоже просядет, но это и не наше дело. В противовес вышеперечисленным странам Азия и Африка к 2050 году будут значительно в плюсе по населению. При сохранении тенденций сегодняшнего дня население Индии увеличится на 147 миллионов, Пакистана на 100 миллионов, Нигерии на 114 миллионов, Конго на 75 миллионов. Что делать? Воссоединяться не с частью Украины, на которую мы имеем право, в кавычках, А со всей или с основной, большей ее частью, включающей и Киев, и Чернигов, и Сумы, и Гуцулов, и Русинов, это все Россия. И говорить надо про это прямым текстом, чтобы в мире привыкали понемногу. Предложенную же кем-то из кремлевских советников тему, что мы воюем за Донбасс и Новороссию, которые подарили Украине, выбросить на помойку. За всю русскую Украину идет борьба, за всю целиком, только так. И так мы получаем искомые 16 миллионов минимум. Но и это не предел. Воссоединяться надо далее, не только с Приднестровьем, но и со всей Молдавией. Объединить Осетию, воссоединяться с рядом бывших советских республик, где еще возможно реанимировать межэтническую комплементарность с русским народом, обсуждаемый в этом смысле Армения, Казахстан и Узбекистан. Прибалтика должна добровольно и радостно вернуть часть исконно русских территорий с частью русского или комплементарного населения и организовать нам воссоединение с Калининградом. И все эти граждане нужны русским фашистам, конечно же, с одной целью. В качестве пушечного мяса для будущих воин. О чем Прилепин пишет совершенно открыто. Три года назад нам казалось, что при наличии ядерного оружия мы можем иметь маленькую армию и не волноваться. Но тут вдруг выяснилось, что не можем. Мы должны иметь огромную, многомиллионную армию, десятки миллионов рабочих рук, миллионы женщин и миллионы мужчин, готовых рожать новых детей на белый русский свет. Огромный привет жителям всех вышеупомянутых государств, которые еще испытывают какие-то иллюзии в отношении России или хотят в Россию. Вот пост наглядно показывает, как вот эти самые российские националисты, имперцы к таким людям относятся. То есть для них все эти населения соседних государств это просто расходный материал, сырье для будущих войн, которые они собираются использовать для мясных штурмов, как сегодня они уже используют своих граждан для мясных штурмов руин Авдеевки или Маринки. Ну вот просто пост, согласитесь, он в высшей степени показателен, потому что вот просто осознаете, да, почитаете, перечитаете это и осознаете степень их безумия и идиотизма. То есть российский патриот Захар Прилепин признает, что в России созданы совершенно невыносимые условия для людей, из-за чего люди вымирают. Ну Россия непригодна для жизни, поэтому население стремительно сокращается. Но вместо того, чтобы предложить какое-то решение этой проблемы, да, улучшить ситуацию, сделать так, чтобы Россия не вымирала, ну давать больше денег людям, улучшить уровень жизни, сделать так, чтобы продолжительность жизни выросла, не отправлять людей на убой в местные штурмы, да, чтобы оставалась молодежь, чтобы создавалась семьи, рожала детей. То есть ничего из этого он не предлагает, а он предлагает, значит, компенсировать убыль населения за счет того, что захватить, оккупировать территории соседних стран и подчинить их население, да. То есть для него люди это, знаете, как вот уголь или картошка. То есть закончилось свое, можно просто там у соседа украсть, о том, что люди, ну, вообще-то имеют какие-то свои эмоции, да, у них есть свои желания, свои убеждения, там, в конце концов, свой язык, своя культура. Вот эта публика, она вообще не думает, то есть он даже не упоминает об этом, то есть он реально, вот, а давайте, кончилась картошка, давайте украдем. То есть он даже не представляет себе, что люди могут, например, эмигрировать, да, с тех территорий, которые Россия там гипотетически может захватить. Или останутся в России, но будут жить, ненавидеть Россию, подрывать ее изнутри. Вот эти слабоумные российские патриоты, они такое не рассматривают вообще. А самое главное, ну, вот даже если представить, что у них получилось что-то захватить, какие-то территории с десятками миллионов людей, это же абсолютно безумный, глупый план. Но если у тебя в России созданы такие условия, что люди не выживают, а не умирают, да, население сокращается, вымирает, то ты ж сколько людей не затяни туда, они ж тоже будут вымирать. Да, ты подчинишься какой-то территории, а так она тоже вымрет, если в России такие условия для жизни. Это же все равно, что дырявым ведром воду носить. Можно найти много воды, но она все равно вытечет, если ведро дырявое. То есть, понимаете, вот степень безумия вот этих зет-патриотов. То есть, они понимают, что в России просто какая-то клака, да, вот воронка, которая затягивает в себя людей. И все, что они могут предложить, все, что им приходит в голову, да, это не улучшить жизнь у себя, а просто в эту воронку, в эту помойку затянуть еще больше людей, чтобы как бы просто отсрочить вот это вымирание. Да, ты же, ну, ты можешь захватить территорию, там миллион человек живет, но в России население на полмиллиона в год сокращается. То есть, этого миллиона тебе хватит, чтобы компенсировать потерю населения на пару лет. Потом все, вымирание-то продолжится, первопричина-то не устранена. Но вот эти российские имперцы, они настолько слабоумны, что они вот реально, натурально не могут это осознать. Все, что они могут предложить, все, что им приходит в голову, да, это не идея созидания и улучшения уровня жизни, а это идея каких-то репрессий, вот что-то украсть, захватить, кого-то поработить, какое-то насилие, кого-то к чему-то принудить. То есть, вот они по натуре свои вот это такие люди, да. И это именно вот поэтому, по этой причине этот пост, он четко на самом деле показывает, почему Россия проиграет. Вот нынешний режим России, он обязательно потерпит крах. Я не знаю там точного срока, но это однозначно случится в обозримом будущем, потому что такая система, которая построена исключительно на насилии, на том, чтобы что-то украсть, захапать, но при этом является сама по себе нежизнеспособной, она вымирает, такая система, она на долгой дистанции не протянет. То есть, идеи этих людей, они безумны, они не работают. И поэтому, конечно же, режим, который опирается на таких вот слабоумных российских нацистов, безусловно, потерпит крах. Никаких шансов выиграть у него, например, в борьбе против западного мира, который создает именно условия для своих людей, да, максимально комфортные. Никаких условий у таких прилепенных для победы, конечно же, нет. Подписывайтесь на канал, друзья.